всем привет сегодня как видите небольшое такое отступление от стандартных рецептов я решил потому что сделать обзор на мясные консервы то есть как правило в германии нету такого понимания как тушенка кусковая есть нечто похожее но это все как бы перемолото в фарш и тому подобное но есть другие виды то есть мясо в собственном соку очень известно такое вот изделие именно благодаря ему я решил сделать обзор это так называемый фрюштук флайш то есть это мясо для завтрака она необычайно вкусно стоит недорого сейчас я хочу вам показать посмотреть все хочу сразу сказать что на всех присутствует вот эти вот замки которыми можно открывать и это невероятно удобно и то есть у всех разная развесовка я постараюсь сделать конечно табличку сколько там допустим за килограмм будет стоить каждый продукт мы начнем с известного это tulip то есть тюльпан они выпускают одно и то же но в нескольких упаковках под несколькими названиями и одно из самых известных это у них так называемый спам до спам то есть вот это консерва имеет вес 340 грамм она стоит 245 и срок хранения у нее аж пять лет то есть невероятно удобно можно открыть покушать положить на хлебушек но также существует некоторые рецепты которые я хочу в дальнейшем тоже показать как на завтрак можно быстро сделать не просто бутерброд то есть взять этот кусок мяса с соком такие желешкой и положить его на хлеб но сделать простейшие блюда то есть я сразу назову состав то есть здесь свинина 86 процентов питьевая вода соль стабилизатор и то всякие идут приправы и в качестве консерванта идет натриум нитрит то есть сделаю я также табличку и поставлю фотографию с пищевой ценностью то есть бы живу какие что меня в первую очередь конечно и продвигло сделать сравнение поскольку допустим здесь на 100 грамм продукта 286 калорий здесь вообще 145 и примерно у них везде идет порядка 15-20 грамм белка и очень мало сахара только в каком-то из них ей присутствует сахар на это скажу то есть вот такая баночка аккуратно ее хорошо брать с собой в поход куда-то занимает мало места этого все увидите следующий претендент у нас это куриное мясо в собственном соку вот такая баночка и вес у нее 300 грамм стоит она 299 евро и срок хранения у нее три года состав у нее 98 процентов мясо курицы потом идет нитритная соль также которая идет большинство колбасных изделий потом всякие приправы декстроза так и натриум скорбат тут присутствует все больше ничего нету 145 калорий на 100 грамм и белка 17 грамм переходим к мясу индика то есть вот такая вот баночка достаточно большая весистая хотя по размерам точно такая же весит тоже 300 грамм стоит она 269 и срок хранения у нее всего два года да кстати хотел сказать что это производится в германии вот это производится в германии консервов вот это тоже производится в германии и у нее мясо составляет 86 процентов именно индюшатиной но здесь присутствует также индюшачья кожа вот что потом идет обычная соль декстроза экстракт специй и в качестве консерванта также натриум нитрит про за 100 грамм в 100 граммах продукта тут содержится 185 калорий и белка 18 грамм вот это вот уже такое очень интересное да скажу сразу что я часто беру именно фрюшток флэйш то есть мясо для завтрака и иногда беру вот это вот это у нас айсбайн флэйш на айгенезап то есть это рулька мясорульки собственном соку приготовлена грубо измельчена без мяса без сала она идет без сала и без кожи весит эта баночка 200 грамм и стоит 219 и срок хранения тоже два года произведено у нас в германии состав у нее 63 процента именно рульки потом питьевая вода идет также желатин свиной уксус иодированная соль туда кстати тут вот единственное где идет присутствие сахара декстроза также также всякие не приправы стабилизатор трипофосфат не знаю что это такое ну будем посмотреть также тут присутствует натриум нитрит на 100 грамм продукта у 126 калорий то есть очень даже мало но здесь присутствует 1 грамм сахара и белка 120 извиняюсь 18 грамм 120 если бы там столько белка было в 100 граммах фантазерно вот это вот тоже очень интересная завершающая это свинина собственном соку то есть она отличается тем что вот тут вот можно увидеть способы применения то есть это можно добавлять в гуляш на пиццу в салат и просто набор наброд на хлеб здесь минимальное содержание всяких ингредиентов это 94 процента свинины соль и лук черный перец майоран все больше ничего на 100 грамм продуктов здесь 200 килокалорий так и белка также 18 грамм как я сказал у всех хорошо открывается до важное дополнение что на всех написано что со сервировать холодным то есть это продукт должен применяться холодным хотя есть рецепты где она и обжаривается и затушивается все это и тут прямо на банке написано что применять холодным но как холодным можно применить в гулише пиццы я просто не знаю на кошка сразу прибежала у нее прям нюх то есть вот выглядит это все то немного видно и жирка немного желешки то есть вот как здесь видно можно взять и с этой вот вкусной такой желешечкой насколько я знаю вот эта желешечка должна присутствовать во всех продуктах очень вкусно пахнет хотя здесь не заявлено какие-то особенные специи но ощущается даже лучок это очень вкусно но как по мне и присутствует небольшой пересол прям вот минимальный пересол могу представить это из-за того что где-то в походе чтобы не применять дополнительную соль взять кусок хлеба вытряхнуть это все отрезать пластик положить на хлеб и скушать и не надо будет ничего добавлять то есть взять еще кусочек того же самого огурца лучка помидора и попробовать очень приятно мне он действительно очень нравится я частенько беру когда хочу позавтракать или бы такой быстрый перекус сделать то есть открыл немного сделал себе такой бутербродик убрал холодильник она достаточно хорошо стоит здесь ничего не написано сколько оно должно стоять открытым запах уже немного другой вот даже по можно посмотреть насколько отличается здесь более такого волокнистая и присутствует такая жижка которая кажется что она даже не жижка желешка на внешний вид она настолько прозрачная что кажется как будто это водичка как я сказал здесь более такой нейтральный уже запах извиняюсь я отнес крышку в другую комнату что иначе здесь кошка будет гонять и шуметь запах как я сказал менее выраженный но это и курица само собой понятно запах приятный знаете складывается ощущение что сделано это из бедер действительно вот такое вот мясо именно куриного бедра соли здесь чувствуется гораздо меньше чем в первом претенденте очень неплохо 145 килокалорий это достаточно мало тут у нас было двести восемьдесят шесть килокалорий насколько я могу увидеть меньше только вот здесь вот сто двадцать шесть килокалорий то есть почему-то в руке меньше всего но вкус очень хороший мне очень понравился напомню еще раз что здесь применяется также и кожа видать для того чтобы для загущения но и видно насколько здесь вот эта железка она более желтенькая в отличие от этой или здесь вообще прозрачная здесь более желтая ее количество больше самое интересное что очень похожи с куриной консервы но запах немного более выразителен весь можно так сказать пахнет тоже опять же неплохо желешкой возьму очень приятный запах здесь было всего состав то есть мясо кожа соль декстроза и специи что про вкус хочу сказать он менее выражен чем у этих двух у фрушток флеш и либо чем у курицы и соль чувствуется на самом-самом пределе таком хотя менее выразительное такое да здесь нету тогда такого количества жира как мы привыкли видеть стандартных тушенках то есть это не пожаришь просто так это именно надо что-то делать то есть не возьмешь жирок не пожаришь там картошечки либо еще на этом жирку но пока что для меня это самый проигрышный вариант жижки здесь просто жетого желе просто невероятное количество то есть с этим можно уже взять и допустим обжарить картошку и потом все вместе это забаламутить либо сделать какую-то бирмишель по-флотски очень интересно да как и заявлено здесь чувствуется в запахе уксус она интересна действительно вот тянется прям волокнами как и написано что это грубо было измельчено вот смотрите прям видно волокна это шикарно и очень понравится тем кто любит вот это вот именно кислинку уксусной немного я представляю весь это разогреть то получится вкус мне кажется шашлыка не очень нравится то что здесь она волокнами идет ты чувствуешь именно что это мясо если здесь помолото особенно во фруч топ флеш достаточно мелко у курицы тоже немного волокна как бы чувствуется хорошо то здесь это кусок мяса рулька как еще можно охарактеризовать ну что переходим к последнему посмотрим чем наши братья поляки нас обрадовали да я забыл сказать что это произведено в польше но продается в магазине кстати все это куплено в одном магазине кто живет германии знают это такие магазины калф на очень неплохо выглядит чем-то схожи даже с флюштук флеш но оно и понятно что потому что здесь свинина используется и здесь свинина но здесь больше больше количество желешки хотя здесь вес больше здесь 340 грамм а здесь 300 до шуточки можно писать про тракториста очень такой интересный секундочку так здесь вообще а здесь же присутствует у нас соль лук черный перец и майоран вот майоран дает такой вот аромат то есть вот можно увидеть опять же что присутствует волокна что не может не радовать это очень вкусно ребят серьезно она очень похожи вот с первым продуктом но здесь в меру соли и в меру специй невероятно вкусно получается потому что вот это вот игра вот этот вот баланс просто невероятный какой-то до срок хранения у него 4 года а тут было 5 до так 245 249 по цене выигрывает это первое но здесь невероятно тоже такой сбалансированный вкус если здесь много соли но это опять же должно быть хорошо для в походах чтобы ты идешь и тратишь с потом воду и соленость соленые продукты должны присутствовать но и надо компенсировать чтобы задержать немного воды употреблять соленое если же в плане где-то взять с собой я не знаю на дачу где-то еще даже дома вот так вот сделать быстренький бутерброд то вот это вот однозначно идет на первое место то есть две свинины по вкусу идут на первом месте третья свинина то тогда вот это пойдет на второе место на вот это вот к сожалению пустотой своей мне не понравилось хотя запах был насыщеннее чем у курицы то есть индейка в этом смысле немного проигрывает вы можете сказать особенно те кто живет в россии там но в казахстане на территории бывшего советского союза что у нас как-то мы не видели этих производителей да конечно вы вероятнее всего встретите именно тулит фрюшток фляж либо спам посмотрите может быть у вас но я точно знаю что у вас в магазинах продается нечто похожее просто не обходите его стороной потому что это не тушенка это что-то такое непонятное это место имеет место быть именно в таком виде для бутерброда для холодного какой-то салатик сделать у меня даже родилась идея приготовить какой-то салат вместо колбасы использовать вот это вот мясо одно из них я сначала сделаю сам попробую а потом расскажу вам и покажу что получилось либо же мы вместе можем провести этот эксперимент не обходите стороной особенно это и детям можно без проблем я вам назвал составляющие здесь достаточно если можно варьировать мне если надо больше калорий то убирайте одно если меньше калорий минимальное количество сахара кроме сахар был у нас только в рульке но оно и понятно чтобы сбалансировать кислоту уксуса но один грамм на 100 грамм это вполне допустимая норма то есть никаких ешек тут вообще нету то есть это очень полезно и на мой взгляд очень хорошо использовать также если вам понравилось ну сделайте манипуляции там палец вверх подписаться колокольчики оставляйте комментарии по поводу того особенно если вы хотите чтоб я дальше продолжал делать обзоры потому что в германии всяких консерв просто великое множество те же самые есть в доза вот этот но называется консерва доза по-немецки невероятное количество колбасных продуктов и охотничьи какие-то и вареные и кровяные куча паштетов если вам только интересно дайте знать я конечно буду делать по своему выбору но мне хочется быть более полезными для вас но а вы оставайтесь здоровыми все кто приболел и сейчас осень то желаю скорейшего выздоровления будьте сытыми всегда счастливыми и всем пока до следующих встреч